300-тонную космическую ракету в небо поднимают 4 таких двигателя. Но перед этим каждый из них проходит так называемые огневые испытания. Все как на настоящем запуске, только без ракеты. А поджигают современные двигатели по старинке, спичками. Сюда поступают кислороды и керосины. Ну, под давлением. Их надо поджить чем-то. А сюда вставляются палки. Палка. На конце этой палки пиропатронность. Вот на них подается напряжение, они загораются, поджигают. И когда начало горение, эта палка выбрасывается. Поэтому и говорят спички – палка. Откройте рот, заткните уши. Это первый совет, который вы услышите, если попали на испытания ракетных двигателей. Сегодня зрителей необычно много. Это сотрудники заводов «Прогресс» и «Кузнецов». На одном строят ракеты, на другом – двигатели к ним. Попасть сюда, на закрытый полигон, для многих – большой подарок ко дню космонавтики. Сирена означает минутную готовность. На стенд начинают подавать воду для охлаждения. Скоро температура там превысит тысячу градусов. Двигатель, который только что прошел проверку, встанет на первую ступень ракеты-носителя типа «Союз». Технология его создания отработана до мелочей. Свою историю эти двигатели ведут еще с 50-х годов. Гагарина на земную орбиту доставляли тоже они. Те трудовые подвиги, которые были совершены в свое время, благодаря которым город стал индустриальной столицей Поволжья, стал ракетно-космическим центром нашей великой страны, они продолжаются. И есть прекрасные перспективы, что череда этих подвигов никогда не кончится. Сегодня самарские ракеты с самарскими двигателями стартуют с трех космодромов планеты. К открытию готовится еще один. 27 апреля Самарский «Союз-2.1а» отправится на орбиту с космодрома «Восточный». Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.